МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темы этого выпуска. Наконец-то! Рязанская областная дума законом ввела запрет на пятейные забегаловки. Алименты надо платить. Рязанские судебные приставы внедряют передовые методы в работу со злостными бегунками. Справка про дела небесные. Рязанцы собирают бумаги для получения компенсации за пострадавшее от града имущество. А теперь обо всем подробнее. Депутаты областной думы ужесточили местное антиалкогольное законодательство. Напомним, 12 августа на совещании с заместителями председателя правительства области и руководством Рязани губернатор Олег Ковалев поручил внести изменения в соответствующий региональный закон. Дело касалось регламента работы рюмчанных и их собратьев по пятейному делу, которые только назывались по-другому. Бары, кофейни, закусочные, мини-кафе. Действительно, распивочные, открывающиеся то здесь, то там, в торцах жилых домов, отравляют жизнь целым кварталом. Пьянство, загаженные детские площадки, темные личности на лавочках во дворах, драки, а также истошный мат. Все это всегда расходилось концентрическими кругами от этих самых мини-кафе. Итак, изменения в региональный закон внесены. Через несколько дней необходимых на юридические процедуры приличный рязанский народ должен вздохнуть с облегчением. Теперь запрещается торговать спиртным в заведениях, которые размещаются в многоквартирных жилых домах, в том числе во встроенно-пристроенных помещениях. Спиртное будет продаваться только в стационарных объектах. Также в соответствии с законом, обязательным для предприятий общественного питания, станет подтверждение соответствия санитарным нормам и правилам, техническим регламентам и стандартам. Слишком много жалоб поступает от населения, потому что в жилых домах, либо на территориях, прилегающих к ним, находятся забегаловки, какие-то заведения, где, в общем-то, народ выпивает. А после того, как он выпьет, у него начинается ажиотаж, он может, извините, испражняться где-то рядом и хулиганить. Естественно, жильцам это… Что всегда практически бывает. Да, да, и это жильцам нравится. Теперь, если говорить коротко, то теперь у нас, возможно, продажа алкоголя в разлив, обращаю внимание, только в организованных, я бы назвал их даже, вот конкретно ресторанах. То есть, теперь мини-кафе, какие-то закусочные, забегаловочки вот эти. То, что забегаловки – очень точное название. Да, 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 да. Потому что здесь очень тонкая грань такая, надо ее понимать. Если ресторан, то это уже какое-то большое помещение, там уже есть официанты, ну и, соответственно, высокое обслуживание. А в основном вот в разливочные ходят, ну, скажем так, люди, ну, таку, как сказать, низкосословия, можно сказать. Ну, тут все понятно, кто-то, да, выбирается. Да, и, соответственно, им вот пригождается этот путь. Кто будет обеспечивать его соблюдение и следить за этим? Вот будут ли тогда полицейские, ну, вот как-то вот все это дело пресекать? Потому что, сами знаете, у нас в России ничего сразу-то не бывает. Ну, вы знаете, у нас есть административно-технические инспекции. Их полномочия будут, да? Есть, конечно, да, обязательно. Вот. И, естественно, правоохранительные органы, они в силу своих полномочий будут, да, извинясь. Рязанские судебные приставы пожинают плоды получившего распространение проекта по публикации фотопортретов злостных неплательщиков алиментов. Во-первых, увидеть собственную личность в общем доступе с соответствующей подписью никому удовольствия не доставит. Во-вторых, даже самому бессовестному алюминищику не скрыться от зоркого глаза общественности, рассказывает Оксана Тебенихина. Деятельность управления судебных приставов развивается во всех направлениях. Покорение просторов в сети интернет уже приносит свои плоды. И если судебные решения больше не пугают злостного неплательщика, то увидеть свое лицо на сайте управления будет очень неприятно. Исполнительный процессуальный рост под собой подразумевает осуществление оперативно-поисковых мероприятий с использованием информации различных источников, в том числе с использованием информации, которую мы получаем из интернет-ресурсов, путем размещения информации на средствах массовой информации и иных сведений. Проводя такую работу, служба судебных приставов, в частности управление службы судебных приставов Рязанской области, добилось определенных результатов. Так, если по итогам работы за 8 месяцев в производстве находилось 33 разыскных дела по фактическому установлению местонахождения должников, в прошлом году эта работа была чуть ниже, показатель, соответственно, меньше, то есть мы здесь добились определенных результатов. Работу приставов простой назвать, никак нельзя. И то, что теперь им можно на законных основаниях выискивать задолжников в социальных сетях, упрощает деятельность последней судебной инстанции в разы. Один из должников был установлен таким способом. Значит, в службе судебных приставов была размещена информация на интернет-сайте управления службы судебных приставов. После размещения фотографии, это было в июле месяце, примерно через месяц в службу судебных приставов позвонил мужчина, который сообщил, что он узнал на фотографии лицо, которое проживает с ним недалеко. После того, как эта информация была получена, сотрудники Межрайонного отдела по розыску должников выехали в это товарищество садоводческое. Соответственно, данная информация подтвердилась. Мы смогли доставить данного должника в Московский районный отдел службы судебных приставов, потому что они были инициаторами непосредственно объявления розыска данного должника. И в последующем с данным должником проводили определенные мероприятия. Самое главное, что интернет-поиск и фотографии неплательщиков на сайте управления начали приносить ощутимую пользу. А чем дальше, тем, как говорится, больше. Не вызывает сомнений, что такие методы улучшат соответствующую статистику в нашем регионе. Судебные приставы выявляют алименщиков, а казаки призывают к порядку хулиганов. На площадь Победы в Рязани в составе народной дружины вышли казачьи патрули. Почему именно сюда? Ну а почему бы и нет? Центр города – особое для рязанцев место, связанное с памятью о войнах Великой Отечественной. Давно уже, ближе к вечеру, оно становится тусовочной точкой. Шумная молодежь, пивные бутылки, агрессивные выкрики и асоциальное поведение – все это бывает. Все это вечерами на Победе не редкость. Для сведения, сейчас городская народная дружина в Рязани насчитывает более полутысячи волонтеров-ополченцев. За эти полгода с помощью дружинников было предотвращено свыше 500 административных правонарушений. Казаки выходили в патрули 12 раз, предотвратили одно преступление и задержали несколько сотен пьянчук. Молодых любителей выпить казаки вразумляют, но не с помощью нагаек, а пока суровым отеческим словом. К другим темам. Рязанцы, чье имущество пострадало от града, собирают справки для последующего получения компенсации. Обычно тихое помещение гидрометцентра теперь слегка напоминает людской водоворот. Каждому владельцу побитого градом авто требуется окончательная бесповоротная бумага, что сильный град, чтобы ему совсем пропасть, был таки вечером прошлой пятницы в некоторых районах столицы области и на ее окраинах. Стоит такой вселенский документ немало, более 600 рублей. Из Рязанского гидрометцентра материал Оксаны Тебенихиной. Многих рязанцев град застал врасплох. По-другому и не скажешь. Ведь для нашего региона такой форс-мажор является редкостью. И так как единственной организацией, выдающей справки, подтверждающей природные катаклизмы, является гидрометеоцентр, соответственно, очереди там, как говорится, не протолкнутся. В настоящее время, вот за последние три дня, к нам обратилось около 400 человек. Я считаю, что для нашего города и области это ущерб огромный. Справки, выдаваемые ГИСМЕТИО, платные. 619 рублей 50 копеек. Почему страховые компании не запрашивают электронные данные у метеорологов напрямую, непонятно. Может, стоило сделать одну окончательную справку для страховщиков. Да, дескать, город был и точка. Но то одна, а то сотни. Да по 600 рублей каждая. Выгода очевидна. Ну, и раз уж мы в гидрометеоцентре, как уйти без прогноза на самый конец лета? С 31 августа по 2 сентября на территории Рязанской области пройдут кратковременные дожди. В южных районах местами сильные, с грозами и порывистым ветром. При обладающей температуре воздуха в эти дни ночью 7-12, днем 16-21 градус. В начале будущей недели, 2-3 сентября, интенсивность дождей уменьшится. Но территория Рязанской области будет все еще находиться в зоне влияния холодного фронта, поэтому температура воздуха несколько понизится. Ночью до 4-9 градусов, днем плюс 14-19 градусов. Радует одно в ближайшую неделю. Метеоритов, грады и дождя из лягушек не предвидится. На сегодня все. Итоги последней недели лета подведем завтра в информационно-аналитической обзорной программе «Время говорить». До пятницы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова